В Сочи прибывают национальные сборные участников всемирных военных игр. А сегодня в Олимпийском парке прошла тренировка городских служб. Профилактические работы прошли на мемориале воинской славы. Газовое оборудование обследовали в преддверии Дня защитника Отечества. В Сочи заработал колл-центр по размещению отдыхающих. Через него небольшие отели и даже частники смогут найти своего клиента. В парке Ривьера испекут 20 километров блинов. Проводы Масленицы здесь отметят с поистине русским размахом. На Кубани может появиться немецкий промышленный кластер. Об этом на встрече говорили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава германо-российской внешнеторговой палаты Матиас Шеп. Бизнесмены из Федеративной Республики, по словам Шепа, заинтересованы инвестировать в экономику Кубани. Наша с вами задача создать условия для того, чтобы немецкий бизнес и бизнес Краснодарского края нашли друг друга. Это сегодня самое необходимое и важное и немецкому бизнесу, и бизнесу нашему, краевому, для того, чтобы они развивались. Развивались в рамках сегодняшних условиях и экономических, и условиях научно-технического прогресса, которые, конечно, сегодня присутствуют в немецком бизнесе, в немецком производстве. И, конечно, мы хотели бы, чтобы это тоже было и на территории нашего Краснодарского края, и наш бизнес, благодаря, отчасти, может быть, и партнерству с немецким бизнесом, тоже сегодня приобщился к новым технологиям, к новым производствам, которых еще никогда не было на территории края. Приятно видеть, как в последние годы быстрым темпом и качественно развивался Краснодарский край. Я здесь часто бывал, поэтому могу сравнивать. Тоже приятно видеть меня, как голова Германа Российской внешней торговой палаты. Немало крупных компаний уже в вашем краю и трубе интересуются. На Кубани уже работают 32 компании с немецким капиталом. За предыдущие три года взаимный товарооборот между Краснодарским краем и Германией превысил 740 миллионов долларов. На Кубани в этом году приступят к строительству шести школ и двух детских садов. На новые соцобъекты направят почти 2 миллиарда рублей федеральных субсидий и более 700 миллионов рублей из регионального бюджета. По словам губернатора Венемина Кондратьева, Краснодарский край стал одним из лидеров России по объему выделенных государственных денег на строительство социальных объектов в рамках программы «Жилище». Цитирую. Федерация предоставляет средства только на условиях разумного подхода к жилищному строительству. И получить субсидию мы смогли во многом благодаря комплексному освоению территорий. Наша принципиальная позиция – строить жилье не ради количества квадратных метров, а для жизни. То есть со всей необходимой социальной инфраструктурой. В крае стабильно высокая рождаемость. К нам переезжают из других регионов. И наша первоочередная задача – создать условия, чтобы все дети могли пойти в детский сад, чтобы обучение в школах было максимально комфортным, подчеркнул губернатор. В 2017 году два детских сада построят в поселках Индустриальный и Плодородный 2. Новые школы появятся в Славянске-на-Кубани, Новороссийске, поселке Совет Кваджа и в Краснодаре. Третье зимнее всемирные военные игры стартуют уже в пятницу. Все спортивные объекты готовы к проведению международных состязаний. А Сочи встречает многочисленных гостей. Сегодня официальный день заезда. Весь день в аэропорту Сочи приземлялись самолеты с участниками зимних всемирных военных игр из Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Китая и Ирана. Ночью прилетели военные спортсмены из Монголии, Греции, Словении и Пакистана. А сегодня в 9 часов утра мы встречали делегацию из Сербии. Встречали спортивную команду вооруженных сил Сербии, как и полагается по старинной русской традиции, хлебом с солью. На Олимпийской сочинской земле большинство из них впервые, а потому же при подлете к Сочи при виде Олимпийского парка они испытывали особые чувства. Руководитель сербской делегации признается, каждый приезд для них в Россию – большое событие. У нашей команды боевой настрой, намерены достойно соревноваться. В 15 сербских спортсменах, в их числе парни и девушки, будут состязаться в таких дисциплинах, как биатлон, лыжные гонки, ориентирование, скельпинизм. Самой многочисленной на этот час считается делегация из Турции. Ночью встретили один бор турецких авиалиний, на нем было 8 команд. Всех успешно встретили, посадили, все доставлены до своих мест, размещены и готовятся к соревнованиям. Примут участие в военных играх около тысячи военных спортсменов. Освещать международные состязания будет 600 российских и зарубежных журналистов. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Делегации только приезжают, а вот организаторы в Сочи уже давно. Подготовка к военным играм началась загодя. В городе работает оперативный штаб, который держит под контролем все нюансы мероприятия. Сегодня его участники провели выездное совещание. Совещание решили совместить с тренировкой. Свою готовность к нештатным ситуациям продемонстрировали службы быстрого реагирования, пожарные и скорая помощь. Все уложились в нормативы. Другой момент – размещение транспорта на парковках. Решено, что во избежание заторовых ситуаций руководить процессом будут специальные регулировщики. Городские сервисы готовы абсолютно. Сейчас мы отрабатываем по пути подъезда клиентских групп, зрителей, команд, чтобы все было организовано уже внутри объекта. Поэтому, собственно говоря, сегодня проходит прикрепление к местности ответственных лиц. Поэтому готовность финальная. Мы уверены, что все пройдет здорово. В очередной раз, пользуясь случаем, приглашаем всех увидеть это событие, потому что оно уникально не только для нашего города, но и для всего, по сути, мира. Напомню, что доступ на все мероприятия бесплатный. Только на соревнования в горном кластере надо самостоятельно приобрести ски-пас. В рамках военных игр предусмотрена и культурная программа. Ежедневно на площади уратовшей курорта «Розахотор» будут проходить концерты, розыгрыши с подарками, выступления известных диджеев, автограф-сессии со звездами, флеш-мобы с участием зрителей и анимационные программы для детей. Программа рассчитана на весь день. Пройдут и два крупных концерта. Сразу после медальных церемоний по итогам соревновательного дня 25 февраля выступит группа «Блестящие», а 26 февраля музыкальный коллектив «Буррито». Оба выступления начнутся в 20.30. В эти же дни участников и зрителей игр ждет грандиозный фейерверк на «Розахотор». Военные ветераны начинают принимать поздравления с Днем Защитника Отечества. Праздничный концерт для них прошел в зале Кубанского казачьего хора. Там выступили лучшие творческие коллективы края. К героям торжества обратились Вениамин Кондратьев и Владимир Бикетов. Как отметил глава региона, сила российской армии признана во всем мире. Солдаты и офицеры, в свою очередь, заверили, что всегда готовы стать на защиту Родины. Продолжат наши коллеги из Краснодара. Без опозданий, с военной точностью они собираются в фойе концертного зала. Ветераны, офицеры, солдаты и кадеты – самые настоящие защитники Отечества. Пришли не все, многие на боевом посту. Служить Родине они готовы и в праздники, и в выходные, и даже когда уходят на пенсию. Общаться с журналистами на камеру герои России не привыкли. Кавалер четырех орденов мужества, военный летчик Андрей Воловиков, коротко заверяет. Даже будучи в запасе, в любой момент пойдет на защиту интересов родной страны. Да, конечно. Мы первые пойдем. Нас таких много. На старших товарищей с восхищением смотрят те, кто только начинает этот путь. Курсанты военных училищ и кадеты с любопытством расспрашивают о боевых подвигах бывалых офицеров. Но проявить героизм и не растерять мужество важно даже в мирное время. Патриот своей страны, тот горожанин, готовый помочь другому, товарищу своему, простому гражданину. Мало ли кому-то. Сейчас мало кто место уступит, а военный он должен всегда уступать. Защитник отечества он не только в военное время, но и в мирное защищает. В числе приглашенных на праздник много женщин. Тех, кто не раз доказывал, они не слабый пол. Вера Федоровна Лапшина во время Великой Отечественной на фронт ушла не раздумывая. Тогда хрупкая девушка, лейтенант, медицинская служба прямо под огнем помогла восстановить радиосвязь между бронепоездом и пулеметным расчетом. Россия никогда не была побежденной. Она всегда побеждала. И даже в настоящее время у нас очень хорошая молодежь, и она готова защищать свою родину. Все молодежь, не только мужчины, а и девушки, готова защищать свою родину. Наша страна – страна победителей. Обратится Вениамин Кондратьев к собравшимся уже во время официальной части. Отвага, честь, достоинство и беззаветная любовь к своей родине – то, что всегда отличало русскую армию. День защитника Отечества. Жители нашего края всегда отвечают с особой торжественностью и теплотой. Он связывает все поколения защитников нашей Родины. Он связывает воедино все боевые победы нашей страны. Он напоминает о силе духа, о самопожертвовании нашего народа. Народа, который всегда хранил, хранит и будет хранить и защищать Россию. За мирное небо наши солдаты и офицеры готовы отдавать свои жизни. Сегодня их вспоминают поименно. Командир легендарной Кореновской 393-й авиабазы Рафигать Хабибуллин и летчик Евгений Долгин погибли во время боевого задания. Летом прошлого года их вертолет в районе Пальмир избили террористы. Подвиг пилотов достойный вечной памяти. Престиж российской армии растет с каждым годом. И это самая лучшая гарантия мирного неба над головой. Наша армия и флот снова стали легендарными. Их мощь, сила становится признана во всем мире. И никто сегодня не может в этом уже сомневаться. У могущести и несокрушимости вооруженных сил нашей страны. Укрепляя экономику, сохраняя стабильность в нашем регионе, в нашем крае, мы вносим свой вклад в сохранение и укрепление России. Это наш долг, прямой долг перед будущими поколениями. В этом зале, для того, чтобы отметить праздник, собрались вместе от рядового до генерала армии. Вот такой союз говорит о монолитности нашего общества, о монолитности армии, об уважении со стороны населения нашей армии. Мы всегда гордились людьми в военной форме. И уверен, многие поколения России будут гордиться. Потому что вы надежда, опора нашего государства. Военные части на Кубани считаются одними из лучших. Службу в крае несут десятки тысяч офицеров и солдат. Это десантники, спецназовцы, бойцы Новороссийской морской авиабазы и ракетчики. Сегодня они главные герои праздника. Мы будем верою и правдой служить России. Мария Крошина, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Краснодар. Торжественное мероприятие сегодня прошло и в Сочи. Ветерановые военнослужащих поздравил глава города Анатолий Пахомов. Солдаты, офицеры, летчики, моряки. 23 февраля – профессиональный праздник тех, кто носит погоны. Но вот для подрастающего поколения защитник Отечества – это чаще пограничник. Самый настоящий дозорный рубежей генерал-майор Николай Туранов был на страже границ всего Советского Союза. Сахалин, Курилы, Камчатка, Чукотка – последнее место службы – Тихий океан. Всю свою сознательную жизнь отдал охране, защите и обороне государственной границы нашей Родины, нашего Отечества. Наша Родина находилась в надежных руках и надежно была защищена от всех наших недругов, к сожалению, которых и сегодня у нас достаточно. Участие в праздничном мероприятии приняли и ветераны, и нынешние защитники Отечества – те, кто защищал Родину от захватчиков и кто несет службу в мирное время. Все они являются примером мужества и героизма для будущих защитников. На примере тех, кто живет интересами своей Родины сегодня и воспитывает юных сочинцев. Наше боевое братство занимается организацией юно-армии города Сочи. Сейчас у нас организовано больше 400 человек юно-армии, и наши юно-армейцы принимают участие в виде волонтеров в всемирных военных играх. Будущих защитников Отечества мы готовим, потому что патриотизм – это основа нашей государственности. И ребята, и девчата, а у нас девчат более 30% девочек, должны знать, уметь и быть готовыми служить Родине. Сегодня защитникам Отечества за вклад в развитие Сочи, в том числе в военно-патриотическое воспитание молодежи, мэр города вручил почетные грамоты и благодарственные письма. В первую очередь хочу сказать, высказать слова благодарности нашим ветеранам великой честной войны, которые с честью выполнили свой долг, сделали нас сегодня счастливыми. Мы говорим огромные слова благодарности всем тем защитникам, которые исполняли свой воинский долг за пределами Российской Федерации, тем, кто сегодня оказывает военную помощь в Сирии. Хочется только пожелать им удачи, конечно, пожелать им здоровья. 23 февраля – День настоящих мужчин и государственный праздник официально объявлен выходным. Сегодня же в качестве подарка для собравшихся состоялся концерт с участием артистов Сочинской филармонии. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские газовики провели профилактические работы на мемориале в завокзальном районе. Газовое оборудование обследовали в преддверии Дня защитника Отечества. С 2015 года вечный огонь на мемориале горит постоянно. Поэтому даже на время профилактики, чтобы сохранить непрерывное горение, сотрудники Сочи Горгаза огонь перенесли во временную чашу. Прежде чем достать горелку, газовикам пришлось потрудиться. В самой звезде накопилось очень много бытового мусора. Большая его часть, конечно, сгорела. Остался только пепел, но вот в этой куче можно было рассмотреть даже жестяные банки. Вот такое отношение некоторых сочинцев к вечному огню и к нашей истории. Мусора собрали полное 15-литровое ведро. Газовики все тщательно очистили, включая саму горелку. Сегодня мы проводим внеплановое техническое обслуживание систем горения вечного огня, потому что при обходе наши слесари обнаружили слабое горение пламени. И это, естественно, вызвало беспокойство. Нам сейчас очень важно прочистить сопло горелки, для того, чтобы пламя горело ровно, и это было безопасно. После того, как все профилактические работы были проведены, горелку вернули на место и от временной. Чаши снова зажгли вечный огонь. В последний раз подобную работу здесь проводили 22 июня, в День памяти и скорби. Ну а к 9 мая сотрудники Сочегургаза проверят оборудование на всех мемориалах в ЛАО, в Лазаревском и Сергей Поле. Смотр строя и песни прошел в Хосте. Это мероприятие проводится в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы во всех учебных заведениях курорта. Строевую подготовку и военные песни представили учащиеся школ Хостинского района. Это 10 команд, которые были отобраны для участия в районном смотре. Ребята постарше соревновались в физической, строевой и огневой подготовке. А маленькие патриоты своей родины продемонстрировали знания в истории и свои сценические навыки. Пели песни военных лет в тематических костюмах. Выступления школьников и стен газеты, которые подготовили все команды, оценивало жюри, в состав которого вошли ветераны Великой Отечественной войны, афганцы и участники чеченских событий. Это мероприятие подводит итог всего месяца, которым участвовали эти ребята. То есть они изучали военную историю, они изучали историю края, историю нашей страны. Они узнавали много интересного, в том числе, кто защищал город Сочи. Конкурсы оценивались по обальной системе. Лучшие команды районов посоревнуются в строевой подготовке в понедельник в полдень на площади у Зимнего театра. Напомню, месячник оборона массовой и военно-патриотической работы стартовал 23 января. В его рамках уже прошли сотни мероприятий, в которых приняли участие школьники и молодежь призывного возраста. К другим новостям. В Сочи заработало новое бюро по размещению отдыхающих, при котором создается колл-центр. Через него небольшие отели и даже частные лица смогут оставлять заявки на прием и размещение отдыхающих. Новый проект разработан администрацией города совместно с туроператорами и представителями турагентств в Сочи. Колл-центр создан по поручению главы города. Цель – встать связующим звеном между отдыхающими и недорогими средствами размещения. Среди последних могут быть как небольшие отели, так и частные лица, желающие сдать квартиры, комнаты в квартирах и даже дачи. Главное, чтобы цена соответствовала качеству и соблюдался легальный порядок, который предусматривает заключение договора и получение патента. Таким образом, у сочинских мини-отелей появится хорошая возможность попасть в базы данных крупных туроператоров, а жители города смогут стать жилье без особых хлопот и самостоятельных поисков клиентуры. Подобная форма по размещению уже функционировала во время проведения Олимпийских игр. Он из себя представляет работу телефонных операторов, он представляет из себя работу наших турагентств, которые заключают договора с частными отелями, с средствами размещения, с квартирозадчиками. И путем получения заявок распределяют эти заявки уже среди квартирозадчиков. Сейчас в базе колл-центра находятся порядка 30 средств размещения. Для того, чтобы войти в этот список, владельцам мини-отелей необходимо подать заявку и заполнить анкету в офисе на улице Конституции, 18. После чего специалисты осмотрят объект на соответствие всем требованиям комфортного гостеприимства. Услуга эта бесплатная как для тех, кто хочет сдать помещение, так и для временно проживающих. Это, безусловно, некая гарантия заполняемости в низкий сезон. То, о чем говорил Анатолий Николаевич неоднократно. Мы хотим этот сезон продлить с трех месяцев до шести хотя бы, то есть захватить часть мая и, соответственно, начало октября. Поэтому я считаю, что у этого проекта светлое будущее. Сейчас колл-центр работает в тестовом режиме. Сюда могут звонить и владельцы жилья, и те, кто хочет его недорого снять. В качестве оператора в колл-центра выступают студенты Сочинского университетского экономико-технологического колледжа. Для них это возможность получения профессионального практического опыта. Планируется, что в сутки колл-центр сможет принимать и обрабатывать порядка 200 обращений. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Продолжается масленичная неделя. Сегодня третий день масленицы. Он называется «Лакомка». В этот день тещи приглашали своих с детьев на блины, а для забавы любимого зятя созывали всех своих родных. В Сочи основные праздничные мероприятия по случаю масленицы запланированы на воскресенье. Одну из самых ярких праздничных программ для жителей и гостей курорта по традиции подготовил парк «Ривьера». Там 26 числа пройдут народные гуляния «Широкая масленица». В парке «Ривьера» на каждом шагу запах свежеиспеченных блинов. Здесь их пекут по традиционным и оригинальным рецептам с разными начинками и соусами на любой вкус. С каждым днем масленичной недели количество приготовленных блинов будет только увеличиваться. Ну а в последний день масленицы в это воскресенье в «Ривьере» их спекут около тысячи. Мы вот так вот уже прикидывали, что если сложить все в одну линию, то парк «Ривьера» можно будет окутать там пару раз, наверное. То есть это более 20 километров в одну линию, если сложить. Основные масленичные гуляния в парке запланированы на 26 февраля. Они начнутся с 12 часов дня театрализованной программой для детей. В 13 часов пройдут мастер-классы по изготовлению поделок. В 14 – масленичные забавы. Это веселые спортивно-силовые состязания для всей семьи. После – театрализованное представление. Готовятся к масленице и народные умельцы. Художник Людмила Емельянова делает своими руками вот таких кукол. Делается она из лыка, косыночка, ленточка – это из ткани, глазки, носик и с горошин. Это миниатюрные чучела-масленицы. Ими по желанию можно украсить дом, либо сжечь и таким образом проводить зиму. В самом парке тоже пройдет обряд сожжения чучела-масленицы. Большую куклу уже заготовили. Сшили и фартук, куда можно будет поместить записки с описанием своих проблем и невзгод, которые обязательно сгорят в огне вместе с чучелом. Ну а вот эту вторую куклу самые маленькие гости праздника смогут украсить бусами и яркими лентами. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. Данил Плужников готовится к первому сольному концерту в Сочи. Победитель проекта Первого канала «Голос дети» впервые выступит на сцене родного города со своей сольной программой. Данил споет и уже полюбившиеся хиты и презентует новые песни. Также представит и другие свои таланты. Данил и его мама приглашают всех желающих 18 марта в 19.00 в концертный зал «Санатория Южное Взморье». Справки можно получить по телефону плюс семь девятьсот восемнадцать четыреста два два нуля семьдесят один. И на сегодня все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сейц салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.